Идея законопроекта – это совместная работа администрации Краснодарского края, прокуратуры и законодательного собрания. Теперь недобросовестные застройщики напрямую рискуют своим имуществом, если не выполнят обязательства перед дольщиками. Я сегодня максимально понимаю людей, которые с плакатами уходят. Они говорят, слушайте, хватит обещаний. Мы ждем от власти реальных действий, реальных шагов. В законе предусмотрена норма, по которой, если в течение полугода после окончания срока ввода дома в эксплуатацию дом не сдан, то не так, не переводить его в долгу из года в год. Есть право власти в законном порядке выйти в СССР и прекратить право у этого недобросовестного застройщика на земельный участок, даже если стоит на нем уже возведенный какой-то дом в разной степени готовности. И он должен понимать, что если он недостроит, никто не будет за ним бегать, уговаривать. И мы вовремя будем иметь возможность, согласно настоящего проекта закона, реагировать и вовремя вмешиваться, что сегодня принципиально важно. Аналогичных законов в субъектах на уровне федеральном нет. Первопроходцам всегда сложнее быть. Первопроходцам всегда сложнее. У нас нет других вариантов, как во взаимодействии эту проблему нужно решать. И это хорошее начало. Также, согласно новому закону, инвестор, который взялся достраивать многоэтажные дома за недобросовестными подрядчиками, в качестве компенсации может получить участок земли без торгов, что позволит быстрее приступить к стройке и сдать в эксплуатацию проблемные объекты. Более чем за четыре.